Так, я объяснял про жабры, как дыхательная система, как устроена, да, и начинаются какие-то путаницы, вот особенно здесь путаница жабры, написано, головастики и межковидные легкие амфибии, типа намек ставится про эти жабры и про вот эти легкие. Но смотрите, есть нюанс? Давайте поговорим про вопросы, которые на 95+. Вот и есть то, что вас просят на 95+. Это гомологичные и аналогичные органы. И, допустим, вот эти жабры и вот эти жабры, это не одно и то же. Поясню почему. Потому что вот эти жабры, они образованы из энтодермы, а вот эти жабры, они образованы из эктодермы. Поэтому они являются аналогичными органами и те и другие жабры, они являются аналогичными органами. То есть, если мы уже будем говорить конкретно про эти жабры. Вам это может быть непонятно до тех пор, пока вы не встретите эти вопросы, не начнете на это делать ошибки. Но тут есть люди, которым это, в принципе, понятно, поэтому я на этом делаю акцент. То есть, мы до этого еще тоже дойдем. Так. По поводу дыхательной системы. Легкие у земноводных, они представлены... Ну, вот вы приходите в туалет и без коридора сразу стоят унитазы. Представили? Вот это вот дыхательная система, легкие земноводные. И как выглядят... Ну, короче, налево мальчики, направо девочки, да, но и там, и там никаких перегородок нет между этими унитазами. Такие две комнаты без коридора, без ничего. Вот. Как выглядят легкие присмыкающиеся? Есть коридор, потом коридор к туалету мальчиков, коридор к туалету девочек. Между унитазами перегородки стоят. Вот это уже ячеистые легкие получаются. То были межковидные легкие, а тут ячеистые. Так. Сейчас примерно картинка появляется. В чем разница между легкими амфибией и легкими рептилией? Вот так как рисунок про это, мы поговорили пока только про это. Идем дальше. Ну, вопросов у вас много. А то мы сейчас все это поразбираем быстро очень. Так. Чтобы отвечать на такие вопросы, вам нужно вот что расписывать. Кишечно-полосные, плоские, круглые, кольчатые, моллюски, членистоногие. В членистоногих можно написать раки, пауки, насекомые. Дальше идут хордовые. У хордовых это хрящевые рыбы, костные рыбы. Потом идут земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Так. Скажите, пожалуйста, кому на данный момент сложно это все вот так расписать? Это все тип, 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 тип. Вот это вот класс, класс, класс. Вот это тип, вот это вот класс, 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 класс. последовательность важно потому что у вас что спрашивают в ходе эволюции если вы будете менять последовательность у вас изменится ход эволюции вы не сможете на этот вопрос ответить правильно вам стрелочку надо вот так вот стыкать что эволюция шла в этом направлении то есть первое что надо научиться делать это просто по порядку писать типы которые вообще в зоологии вы изучаете и классы которые они там имеют то есть классы они не настолько важны но остальное важно дальше расставляете что нужно расставлять костный скелет он у кого вот у костных рыб появился костный скелет единичку ставим сюда фасеточные глаза глаза это у ракообразных и насекомых они есть фасеточные глаза но то есть можно их объединить вот ученистоногих впервые появились фасеточные глаза в целом можно сюда тыкнуть первичная полость тела появилась впервые у круглых червей то есть если вы не помните у кого появилась первичная полость тела значит вам что нужно выучить не все про круглых червей вам нужно выучить, а просто у кого какая полость тела. Понятно, что нужно выучить? Внутриклеточное пищеварение. У кишечно-полосных пищеварение внутриклеточное. То есть они как бы поглотили пищу, дальше внутриполосное пищеварение происходит, а потом еще внутриклеточное. То есть они маленькие кусочки переваривают внутри клеток. То есть четверку сюда нужно поставить. Двояковогнутые безъядерные эритроциты они впервые появились у млекопитающих, потому что у птиц и у всех остальных эритроциты еще имеют ядро. То есть у птиц пресмыкающихся земноводных эритроциты имеют ядро, а у млекопитающих они уже ядра не имеют. Так, поставьте плюсик. То есть вот у вас вырисовывается последовательность 4, 3, 2, 1, 5. То есть почему этот вопрос один из самых таких сложных? Ну, потому что нужно много чего как бы знать и комплексно это все вот раздавлять. но вы уже понимаете, как давать ответ на этот вопрос. У вас задание, у вас есть конспект. Ну, просто возьмите это же напишите, реально ли вместе с конспектом отвечать на такие вопросы. Напишите «да», если это реально. Да, реально. Значит, сделайте хотя бы это. То есть если вы поймете, что вы взяли конспект и вы получили максимальный результат вместе с конспектом, то вы понимаете, что вам останется это просто доучить. и мы вместе будем это просто доучивать. Но сам факт, у вас галочка в голове стоит, что типа вот этого хватает, чтобы был результат 90+, допустим, и так далее. Дальше идем. О, тут я даже эту штуку перерисовывать не буду. Просто у кого появляется хорда? Прикиньте, у хордовых появляется хорда. Единичку сюда ставим. Ячейстые, легкие. Это у нас у присмыкающихся. Тут уже немножко про их надо знать. Замкнутая кровеносная система. Прикол, что у кольчатых червей замкнутая кровеносная система. А нервная система диффузного типа у кишечно-полосных. И получается 4-3-1-2. То есть здесь взяли два пункта из первичных ротах, взяли два пункта из вторичных ротах, совместили их, смешали, и вот проверили ваши знания. Ну, по сути, все вопросы максимально простые. Как бы я не вижу здесь никакой сложности. Вы знаете, где находится информация, в каком конспекте она лежит, на каком слайдике, что именно надо доучить. Если вы с конспектом ответите на этот вопрос, значит, вы будете знать, что вот это надо доучить. Просто если вы без конспекта не можете это сделать, да, уже мы будем разбираться. Вернее, с конспектом не можете сделать, тогда будем разбираться. В чем-то до трудности. Так, здесь надо визуально понимать, что под цифрой 1 это у нас кто? Моллюск двустворчатый, под цифрой 2 это кишечно-полосное, под цифрой 3 дождевой червь. Вот если вы это понимаете, не все варианты, даже не все варианты. Ну, прикинем, метанифридии у кого? Вот D должно быть в третьем. Вот ищем. У нас сразу либо этот, либо этот вариант. Возьмите то, что вам максимально понятно. Допустим, диффузная нервная система. Мы даже не видим пункт А, пункт Б и пункт В. А что это, спрашивается? Двустворчатый моллюск, кишечно-полосное, дождевой червь. А, метанифридии что это? Та-дам! Руслан, посмотришь, вот выделительная система, тебе ее надо выучить. Есть видео, там, где я еще подробно рассказывал про, ну, в чем разница, допустим, протанифридии и метанифридии. То есть у метанифридии просто выводящий проток чуть-чуть длиннее, чем у протанифридии. И в этом разница. И все. Вот. А устроены они, по сути, одинаково. Метанифридии у кольчатых червей. То есть тебе нужно доучить выделительную систему. Давайте вот возьмем слайд по выделительной системе и возьмем слайд по нервной системе. Вот диффузная система, диффузная нервная система, у кишечно-полосных, а диффузно-узловая у моллюсков. Возвращаемся сюда, к этому вопросу. Видим диффузная нервная система у кишечно-полосных. Кишечно-полосные – это у нас вот, то есть во втором пункте должно быть Г. То есть мы выбираем вот среди этих. Метанифридии – это у нас у кольчатых червей. Значит, у нас получается один этот вариант. Смотрите, я даже… Можно не видеть все. То есть А, Б, В мы здесь не видим, на этом скрине. Мы все равно можем ответить правильно. Поставьте плюсик, кто понял, что вам нужно сделать. Вам не нужно выучить все. Выучьте вот то, что можете выучить. Вот Настя Бельская, если слышишь. Тебе не надо учить все. Кто там у нас еще… Мы взяли только инфу про нервную систему, про выделительную и ответили правильно на вопрос. Так, это задание. Здесь много текста. Оно периодически встречается, его любят, потому что люди делают ошибки. там есть еще схема, но оно не все сфоткано. А, вот оно сфоткано. Давайте я вам поясню. Используя данные текста, расположите следующих животных. Два разных, да, я понимаю. В порядке увеличения интенсивности потребления ими кислорода в расчете на 1 грамм массы тела. Поставьте нолик, кто не понимает, что от вас хотят. Хорошо, я сейчас поясню. То есть есть 1 грамм. Этот 1 грамм потребляет кислород. Он может потреблять много, а может потреблять мало кислорода. Этот 1 грамм массы тела. Кому вот это понятно, этот кусочек инфы? Поставьте плюс. То есть 1 грамм потребляет кислород. Он может потреблять много, а может потреблять мало. У маленьких животных он потребляет много. То есть здесь вот будут маленькие животные. А у больших животных он потребляет мало. 1 грамм в среднем. Значит, суть идет в том, что если вас просят установить в порядке увеличения интенсивности, увеличение интенсивности, то вам нужно составить от больших животных к маленьким. Потому что интенсивность потребления кислорода у них будет больше. И у вас даны массы тела. То есть вам, по сути, нужно нарисовать около каждого животного ориентировочную массу. Так, что вы там спрашиваете? Вика, я в обратном порядке оставила. Лера говорит, я чисто по рисунку. Короче, самая частая ошибка, что вы в обратном порядке расставили. Так, поставьте нолик, кому до сих пор непонятно, что здесь делать. Или все стало понятно. Так, Соня, ты сама решала это задание? Ну, то есть пыталась как-то в него вникнуть. Решала. Ты можешь... Вопрос такой. Если задаться целью, ты можешь написать около ежа ориентировочную массу, сколько он весит? Вот ты ориентировочную массу пишешь около каждого этого организма, и потом тебе нужно расставить в порядке увеличения интенсивности потребления. Что это значит? Что самые большие потребляют на 1 грамм меньше всего. Тебе нужно, начиная с самого большого, самого жирного животного, расставить до самого маленького. То есть, типа, кто там, зебра будет на первом месте, а мышь на последнем. Понятно? Ну, если... Ну, вот, если понятно, будем идти дальше. Тут то же самое. Смотрите, раньше были задания такие, и здесь был спорный вопрос на ЦТ. Типа, кто больше, глухарь или лебедь-шипун? Или кто там... Ну да, обычно вот эти вот проблемы были. Глухарь или лебедь-шипун? Люди не знали, что там отвечать, и поэтому взяли и написали массы. Тут нужно просто глухарь побольше или лебедь-шипун. Ну, то есть, у вас ЦТ, по сути, упрощают. То есть, было вот так, стало вот так. И так это, по сути, упростили, потому что они написали массы. И вам не нужно теперь гадать, кто больше весит, глухарь или лебедь-шипун. То есть, кто понял, что упростили, поставьте плюс. Потому что на самом деле убрали вероятность сделать реально тупую ошибку, которая от вас мало может зависеть. То есть, вы, чем дальше идет ЦТ, тем больше вы можете контролировать свой результат. А это реально важно. Так вот, зачем эти массы даны были. О, видите? Так вот, зачем надо тесты решать, чтобы понять, что спрашивают и понять, с какого боку подойти к этому вопросу. Это реально важнее, чем куча всяких теорий. Так. Кто видит две дуги аорты на этом рисунке? Поставьте нолик, кто не видит две дуги аорты? Да, поэтому я даю вам решать тесты, чтобы вы впервые увидели такие задания. Это нормально, что вы впервые. Значит, вот дуга аорты правая, вот дуга аорты левая, а вот это легочной ствол. Две дуги аорты у кого? У земноводных и пресмыкающихся. Правильно? Мы обсуждали это, когда разбирали хордовых видео на аж 15, 20 минут. Теперь плюсик поставьте, если вам эта деталь понятна. Теперь чем отличается сердце земноводных от сердца пресмыкающихся? перегородка. Перегородку видите, значит, это пресмыкающийся. Если это пресмыкающийся, значит, выбираете наружное оплодотворение у земноводных и рыб. Личиночная стадия у земноводных и рыб. У земноводных только, у рыб нету личинок. Глаза без век с шаровидным хрусталиком это у рыб. Значит, тоже не подходит. Значит, ответ где-то там дальше. здесь нужно просто понимать представителей и смотрите, тут можно увидеть, давайте жабры, видите, жаберные щели, значит, это рыба. Вот есть клюв, зоб, это у нас птицы. Слепая кишка, видите, это будут млекопитающие. А здесь вот такой вот язык, который готов выстрелить. Смотрите, короткий пищевод. Кто видит, что, допустим, здесь пищевод длинный, а здесь пищевод короткий? И плюс вот клоака вот такая вот еще есть. Все стало понятно? Да, оказывается, задание очень легкое. Так. Смотрим сюда. Так. легочные мешки видите, значит, это легкие птицы. Вот эти четвертые легкие, они самые сложные, значит, это млекопитающие. Теперь, как отличить легкие земноводных и легкие присмыкающихся? Во-первых, здесь более развитые дыхательные пути. есть коридор такой, а тут его практически нет. Значит, это будет у присмыкающихся, а это будет у земноводных легкие. Хорошо, Александра, врывайся. Если что-то будет непонятно, переспросишь, я отвечу тебе на твои вопросы. Так, по этим легким все понятно? То есть, вам нужно просто понимать, кто есть кто, что это присмыкающиеся, что это млекопитающие, это земноводные, тоже присмыкающиеся. Ну, то же самое. Кряква это птица, утка такая, кря-кря. Так. Один круг кровообращения только у рыб. Окей. То есть, к какому классу относится аллигатор? К какому классу? Вот, напишите, к какому классу относится аллигатор? Я вам напомню, это присмыкающиеся. Вот. Хорошо. Написали. Развиты воздохоносные пути. Ну, вообще, смотрите, что для вас тут самое такое очевидное. Ну, допустим, про почки, туловищные почки. Подходят или не подходят или не Не подходят. То есть, вы, если затрудняетесь ответить, открываете хордовые, вот, присмыкающиеся, тут почки тазовые, оплодотворение внутреннее, кожа сухая. Вот, в одном слайде все это есть. Значит, два круга кровообращения, два, ну, один только у рыб. Значит, наружное оплодотворение нет, туловищные почки нет, вот, ВГ выкинуть. Что будет, если ВГ выкинуть? Только А или АБД? Вот, что бы вы ответили? Вот, на ЦТ встречается такой вот вопрос. Вы, вроде же, как понимаете, что по сравнению с земноводными у него развиты воздухоносные пути. Правильно? Яйца содержит запас питательных веществ. Если кому-то страшно, да, из-за страха вы будете тыкать только А, то здесь один рецепт решать больше таких тестов. Понимаете, зачем нужно решать чуть-чуть больше тестов и почему я в этом сезоне делаю особенный акцент на это? Потому что контента Настя Бельская вторично роты. То есть ты пользуешься презентацией, можешь гуглить представителя, кто такая крякова, берешь, гуглишь, главное тест решишь. Хорошо? Короче, кто понял, что контента на полчаса, вот полчаса максимум, а учить это надо неделю и неделю надо тесты решать. И по сути такая ситуация по каждому вопросу, по каждому. Так, здесь кому еще непонятно до сих пор, что это сердце присмыкающихся, тыкните нолик. Полина, да, можно восьмой вариант решать. Можно, можно, решаем. Так, здесь вопросы есть, как это делать. По схеме мы понимаем, что у крысы самый высокий метаболизм, а у слона самый низкий на грамм массы тела. Что это значит? Что если вам нужно расположить в порядке увеличения интенсивности, значит, вам нужно расположить от большого к маленькому. Тут понятно. Здесь идем. Кстати, были, встречались в РТ, что вот этот убирали, второй пункт. Видимо, он оказался спорным, потому что он похож на кровеносную систему каких-то насекомых или ракообразных. Вот это вот схема вторая. Потому что незамкнутая кровеносная система, понимаете, это, двухкамерное сердце у кого? У рыб, трехкамерное у земноводных присмыкающихся и четырехкамерное у птиц млекопитающих. Ну и расставляете, вам нужно просто знать, кто рыба, кто земноводные присмыкающиеся, кто птица, кто млекопитающие. Если вам я вот на первых этапах разрешил это все дело и гуглить, и файлик подглядывать, то вы просто обязаны это правильно написать. Понимаете? Так, плюсик, если можно идти дальше. Но я не буду пояснять, мы будем представителей писать, чтобы вы понимали, это вас еще ждет. Не замкнутую. О, тоже. Я ваше внимание обращаю, что зачем надо решать тестики? Да? чтобы обращать внимание на какие-то вещи. Так, тут вот у нас жабры, это рыба, здесь у нас клюв, зоб, это у нас птицы, вот слепая кишка, аппендикс, это млекопитающее, короткий пищевод, вот этот вот язык, клака, это земноводные все, идем дальше, дальше, легкие, самое сложное, так, то, что это птицы, а то, что это рыбы, я думаю, максимально понятно. Вот этот вот рисунок, он как бы намекает про земноводных, типа у личинки такие вот жабры, а у взрослого особи такие, это у земноводных. И теперь нам надо сравнить вот эти легкие и вот эти легкие. Какие легкие выглядят более сложными? Ну, Г, поэтому эти будут у млекопитающих, а эти у пресмыкающихся. То, что рисунки корявые, я согласен. То есть, если вы скажете, рисунки корявые, они в большинстве похожи между собой, да, но с большего можно видеть, что Г чуть-чуть сложнее, чем и А и Д, значит, они млекопитающие. Если сравнивать Д и А, то, ну, Д попроще будут. И сравните, какие здесь дыхательные пути, проводящие пути нарисованы, и какие в А. Ну, то есть, мы понимаем, что, скорее всего, из двух вариантов, вот это земноводные, эти пресмыкающиеся. То есть, вы, как ни крути, сможете прийти к пониманию, что там, к чему. Три признака, по которым млекопитающие отличаются от птиц. Артериальные и венозные кровотоки полностью разобщены. Они этим не отличаются, они этим похожи. У них четырехкамерное сердце и там, и там. Пять отделов и там, и там. Кстати, насчет голосовых связок. У млекопитающих они расположены в гортани, а у птиц они расположены в трахее. И вообще там нет связок, у них голосовые складки. Разобщены это как? Это не пересекаются венозные, то есть, кровь, вот допустим, у земноводных и пресмыкающихся кровь смешанная. Вот там кровотоки пересекаются. а у птиц и млекопитающих они уже не пересекаются и кровь она уже не смешанная. Понятно? Так, насчет голосовых связок тоже поставьте плюсик, если понятно, что у птиц они в трахее и это не связки, а складки. то есть, у них нету такой связки, что вдоль она шла птиц там две гортани и в трахее расположены такие складки голосовые, они издают звуки. Вот видоизмененные потовые железы. Кстати, у женщин, когда они рождают детеныши и когда наступает момент кормить молоком, иногда некоторые потовые железы начинают продуцировать не пот, а молоко. Прикиньте, подмышками начинает молоко выделяться. То, что некоторые в шоке бывают, это да. Так запомните, что молочные железы это видоизмененные потовые. плюсик поставьте, если понятно. Ёпра, СТ, да. Шок. Плечевой пояс состоит из трех парных костей. А каракоидов, кстати, нет, поэтому умлекопитающих. И все, идем дальше. насекомое по описанию определить. Жужельца. И это муха. Все просто. Я сейчас не просто так прошу про жужельца запомнить. с полным превращением, значит, мы медведку отбрасываем. Вот вторая пара крыльев видоизменена в жужельце. Ушилка пряда две пары крыльев, они никуда не видоизменены. Божья коровка, первые крылья, они хитенизированы. Ну, плюсик, если понятно. сардина и сельдь. Ну, что я могу сказать? Открывайте файл животные, учите классификацию. Хрящевые рыбы, там два класса. Костные рыбы, четыре класса. Какие представители, какие это классы, какие представители. У лососеобразных есть жировой плавник, у осетрообразных часть скелета хрящевая, то есть осетрообразные, они как бы переходной такой отряд от хрящевых к костным, то есть у них часть скелета хрящевая, но все равно они относятся к костным рыбам. Больше никаких нюансов нет, нужно просто запоминать представителей, чтобы отвечать на вопросы, когда сравнивают сардину и сельдь. Вы сможете открыть файл животные, положить перед собой представителей, смотреть кто какой отряд и отвечать. То есть они один класс, во-первых, класс костные, потому что у хрящевых это акулы, это один отряд, и скаты это второй отряд. Сардина и сельдь это не акулы и не скат, значит, они один класс разным. Ну и кто, как вы думаете? Разные отряды одного класса или один отряд? Ну-ка, один отряд. с каждым тестом вам будет становиться все понятнее и понятнее. Я хочу, чтобы вы понимали, тестов дофига. Многие, абсолютное большинство не успеют решить все. Те, кто думает, что вы решите все, каждый день мне человек присылает все новые тесты. Которые вы еще не решали. Понимаете? Я в работу отдаю все новые тесты, а вороньи кости это кракоиды. Присмыкающиеся. Ну, что здесь? Кожа лишена желез. Ну, да. У присмыкающихся. Значит, А надо выбрать. Альвеолярные легкие? Ну, точно нет, потому что это у млекопитающих. Ну, у вас только один вариант ответа остается. Все проще, чем кажется. тесты. теперь уже понял, да. Вот слайд, вот, у кого кожа слизкая, у кожа сухая. Все, значит, теперь, Руслан, знаешь, куда смотреть, правильно? Что доучить? Вот, еще раз обращаю ваше внимание, вот, после решения теста, вы понимаете, куда смотреть, потому что, если вы не решаете тесты, вы смотрите на этот слайд и говорите, мне все понятно. Блин, да тут всем все понятно, что на этом слайде написано, да, а вот когда начинаете тесты решать, то становится непонятно. Так, я вас потихоньку уже убедил, что надо тестики решать, что с этого вот больше все начинается. Неверное утверждение. У птиц газообмен в легких во время полета происходит на вдохе и выдохе. Ну, это верно. Двойное дыхание благодаря лепичным мешкам. У жирафа, жираф это млекопитающее, полевка это мышь, тоже млекопитающее, у них в шейном отделе семь позвонков. Зоология, она пересекается с экологией, с эволюцией и с человеком. Понимаете, нужно первый круг пройти очень быстро, на втором круге, вот прикиньте, вы уже знаете строение человека, вы уже прошли экологию, у вас настолько классно картинка вообще начинает складываться, что вы вот просто кайфанете. Серьезно. так, насчет зоологии, давайте люди, которые, ну первое, по типу развития птенцов есть гнездовые и выводковые. Гнездовые, это те, которые сидят в гнезде, рот открывают, им надо туда еду класть, а выводковые, это как цыпленок вылупился из яйца и побежал. Плюс, если поняли, в чем разница. Вот цыпленок курицы вылупился и побежал. Тетерев, это по сути курица, лебедь, это утка, ну тоже как бы у них выводковый тип, они вылупились и поплыли. Вы еще с детства мультики эти смотрели про, я сейчас пересматриваю с дочкой, про всех этих гадких утят, серую шейку, где-нибудь корчевые вылупились, поплыли. Ну, понимаете, это еще с детства вы, по идее, знаете должны, что есть те, которые ласточки там всякие орут. Ну, допустим, воробьи и голуби. Вы когда-нибудь видели, чтобы маленькие воробьи и голуби бегали рядом с большим воробьем и голубем? Да? А почему нет? Потому что они в гнезде сидят, а рут там, типа, корми меня. Вот, они гнездовые. Вот. А выводковые это те, которые раз и побежали. Так, это первый момент. Второй момент по поводу птичек. В прошлом году приходила на девчонка, ее звали тоже Алена. как вот вообще Алена много кого зовут Аленами. Но суть была такая, что за один месяц то есть у нее третье РТ было написано на 97. И человек пришел за один месяц протестироваться и в результате тестирования мы нашли в зоологии пробел. Нужно было выучить экологические группы птиц. Я говорю, слушай, у тебя экологические группы птиц, надо открыть учебник и там есть птицы ландшафтов, лесов, полей, вот эти птицы. Надо посмотреть, кто там есть, кто где ждет. Она такая, хорошо, хорошо. И в общем не посмотрела это. И прикиньте, в ЦТ у нее был этот вопрос и из-за этого вопроса у нее 97. но вы про что? Ну Валерия, просто наслаждайся уроком. Ты только подключилась как бы повторно все рассказывать. Смотрите, здесь я к чему веду. тесты нужно решать, чтобы реально находить свои пробелы. Реально находить свои пробелы. После того, как вы нашли свои пробелы, вам их надо закрывать. И ваше преимущество в том, что вы присоединились не за месяц до ЦТ, и у вас есть еще время, чтобы понаходить эти все пробелы и их закрыть. Но их нужно закрывать. И вы будете их знать. Да, Александра, можешь идти решать классификацию. Валерия Быстренкова, самые непонятные вопросы, вернее ошибки, делай скриншоты и присылай в группу, мы их разберем. Ну, не все подряд, а самые непонятные. Вот если тебе вопрос вообще не понимаешь, чего к чему скинула, ну, все, жди, наслаждайся, сейчас разберем. Так, вот по поводу птичек чуть-чуть поговорили, основные вещи, и идем дальше. Ну, тут чисто классификация. Тут что надо сделать? Лера, у меня было тебе такое задание. Вот есть 10 отрядов млекопитающих, есть класс млекопитающие, и у них 10 отрядов. их надо все выучить и записать по памяти, потом записать, какие представители в этих отрядах, потом есть парнокопытные, не парнокопытные, ну, короче, вот эти вот 10 отрядов, с ними надо прям мощно поработать. Хищные, там 4 семейства, и с ними тоже надо поработать. Это надо прям писать, писать. Будем ли мы писать? Будем мы писать. То есть мы четверг будем выделять на писанину. Будете вот мы писали, мы писали, наши пальчики устали, вот альбомные листы будете списывать там между парнокопытными и непарнокопытными. Ну, у парнокопытных след вот такой, а у непарнокопытных вот такой. как бы упарнокопытных два пальца, а здесь вот такой вот копыто. Так. Ну, картинка. Я по поводу картинки так. Ну, то, что B это киль, я думаю, вы знаете, что у вас, вот в чем была проблема, в чем ошибка. Сейчас. А, правильно, B киль. Ну, это киль, туда крепятся грудные мышцы. Обратите внимание, что грудные мышцы крылья опускают, а не поднимают. плюсик, если услышали, что опускают крылья, грудные мышцы опускают крылья. По идее, должно быть логично. В. Когда будем учить человека, тоже вам будет понятнее. Видите, вот эти вот две косточки. У вас предплечье, это две косточки, а В это плечо. Вот был ответ дан 1. Что там 1 такое? В1 таз? Серьезно? Ну вот все, меня как назвать вот это тазом? Ну что? Вика Глебова, да, можно дорешать к занятию завтра. Вика Глебова, можешь решать короче, ребятки-котятки, вы к завтрашнему занятию еще и классификацию можете решать. Не только вторично ротах. То есть решайте все, что можете решать. Все ошибки будем разбирать. Все, что можете доучить, доучивайте. То есть все, что можете сделать сами, делайте сами. На занятии будем делать то, что вы сами сделать не можете. Так, ну это разобрали. Вроде вопросов быть не должно. по этому пункту. Лера Коршунова есть вопросы? Где у нас Лера Коршунова? Вопросы есть? Ну, здесь, видишь, у тебя возник вопрос 4 или 1. Кто больше? Сойка или воробей? Ну, будешь знать, что воробей меньше, чем сойка. Но таких подвохов не должно быть в самом ЦТ. Так, речь идет о массе. Если ты посмотришь на сойку, сойка будет покрупнее, чем воробей. Воробей, он малыш по сравнению с сойкой, тут в этом включаю фишку. Да, от большего к маленькому. То есть, видите, синица, клест, сорока, утка. Утка самая большая, и у нее сердечный индекс самый маленький. Вот смотрите, вы пишете, это момент, когда нужно запомнить. Вы запоминаете главным образом то, что я вам говорю, запомнить. Это конспекты и представители. Они не дают сейчас такие задания, где вам надо запоминать массу. Вам массу дают. Сейчас массу дают. Вам дадут массу сойки и массу воробья. И вам надо будет подставить у кого какой сердечный индекс, допустим. Понятно? То есть, в этом плане проще. То есть, будет текста на километр больше, но в нем будет все написано. У собаки. первая штука очень интересная. Смотрите, на чем ловят. Такие задания часто в ЦТ. Все вопросы, которые вы решаете, вот, они встречались в ЦТ, они повторяются в ЦТ, они повторяются в РТ, в ЦТ. И какой из этих вопросов всунут, никто не знает. Но любой из этих вопросов всунут. Поэтому я очень негативно отношусь, когда кто-то берет одно какое-то РТ и его разбирает. Меня просто выносит, если честно, потому что это вообще максимально неэффективно. То есть, это почти бесполезная работа. То есть, я считаю, что важнее взять все, вообще абсолютно все, что встречалось по зоологии во всех годах и разобрать все эти вопросы, чем взять, допустим, один какой-то год и его разобрать. Потому что у вас могут взять любое. Там кто-то решал 2011 год и есть люди, которые говорят ой, там типа какой-то сложный. Так вот 2023 год легкое было типа ЦЭ и в него напихали вопросов из 2011 года, допустим. Вика Глебова, ты говоришь, впервые видела такие задания. Суть обучения у меня в том, что ты нарешаешься этих заданий, в десяти вариантах ты их увидишь и прикинь, ты их будешь видеть десять раз. Как ты думаешь, у тебя были проблемы сетей. Давай так, ты дойдешь до уровня 95+, если будут проблемы, мы их решим. Понимаете, вы поднимаете часто вопросы, то есть у вас 90+, нет, и вы начинаете какую-то херню спрашивать. Давайте вот, если вы понимаете, что там какой-то вопрос, ну, супер мега трэш, какая-то мелкая деталь, нюанс, вы можете сделать 5-6 ошибок. Спешите этот тупой дебильный вопрос на эти 5-6 ошибок, да, но вы учите то, что постоянно встречается, то, что стабильно надо знать, за счет этого сделаете 90+, а потом будем разбираться с вами со всем остальным. Это понятно? Ну, допустим, смотрим, в бронхах, в бронхе это проводящие пути, там нет газообмена, то есть вам нужно решать тесты, чтобы не тупить на таких вещах, то есть они вот что спрашивают, газообмен происходит в бронхах, нет, в бронхах никогда нет никакого газообмена, все, а надо выкидывать, вы выкидываете, а у вас остается пункт, БД точно есть, мочеточники впадают в мочевой пузырь, ну, как бы, да, что в этом такого, вот, что вам надо выбрать, зубы слабо дифференцированы или слюна содержит пищеварительный фермент, слюна содержит пищеварительные ферменты, а зубы слабо дифференцированы, допустим, у ящерки, понятно, и ключиц, реально у собаки отсутствуют ключицы, смотрите, прикол какой, вот я вам показываю, допустим, вот этот слайдик, вот, ключицы, у собак нет, да, вы смотрите на этот слайдик и говорите, да, мне все понятно, так, дальше идем, что тут было непонятно, B, V, G, так, смотрим, B, что может быть B, вот, A, ответили, что это легкие, B, ну, какая-нибудь поджелудочная железа или печень, что из этого есть, есть только печень, поджелудочной нету, V, видите, яйцо лежит, о, кто видит, что здесь яйцо лежит, значит, это яичник, у птиц, кстати, один яичник только, у них один яичник редуцирован, чтобы они были массой полегче, могли летать, что такое G, это почка такая, так, дальше идем, так, здесь что у нас, по степени развития осевого скелета и черепа, то есть, вы тут уже догадываетесь, что вам надо расположить, во всех этих, когда вам нужно по порядку расположить, пишите хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся птицы, млекопитающие, значит, в этом направлении будет усложняться скелет, варан это кто? Это пресмыкающийся, бобр это млекопитающая, жаба это земноводная и скат это хрящевая рыба и у вас получается ГВАБ но вы можете, допустим, знать, что скат это хрящевая рыба и с него надо начинать. У вас остается два варианта ответа. Нужно знать просто кто такой варан и кто такая жаба. Ну, все у вас получится. Аля, поставь нолик, если есть еще вопросы по этому пунктику. Аля, ты тут? Окей, все как классно. Так, Валерия быстренько поставь, если ты здесь. вопросов есть по этому заданию. Просто несколько таких уже разобрали и ты говори есть или просто нет. Нет. Только что разобрали. Вика, пока-пока, хорошего вечера. Это тоже, в принципе, разобрали. Валерия, ты говори, если надо вернуться, мы вернемся. Здесь вопросы есть? есть. То, что вот это жабры и это органы рыб, это же понятно, да? Вот есть воздушные мешки, это легкие птицы, это тоже понятно. Теперь из этих троих самое сложное видно, что это Г. Вот амлекопитающие. Вот здесь плохо развиты дыхательные пути, вот это нарисовали жабры личинок и это легкие земноводные, мешковидные легкие в виде мешков. Вот плохо развиты дыхательные пути. А здесь уже легкие присмыкающиеся, здесь получше развитые дыхательные пути, но не так хорошо, как в Г. И поэтому это присмыкающиеся. И дальше нужно просто расставить представителей. Жужельца это у двукрылых, двукрылые это муха. вечерница малая это видовой эпизем. Род это вечерница. Вечерница это род, малая это видовой эпизем. То есть вечерница малая это вид. Вечерница это род. Ну, думаю, тут понятно. вот это задание как делать. Так, тут уже вопросы начались Кариной. Карина, твои вопросы здесь? Да, Валерия, можешь идти и решать дальше тест. Так, что здесь пишешь? Кишечно-полосные, плоские, круглые, кольчатые, моллюски, членистоногие, хордовые, хрящевые рыбы у хордовых, костные рыбы, земноводные, присмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Вот, коротенько это все дело так вот рисуешь, эволюция идет вот в этом направлении. Стрелку ставишь, костный скелет появился впервые у костных рыб, фасеточные глаза у членистоногих появились у раков и насекомых, первичная полость тела у круглых червей, внутриклеточное пищеварение у кишечно-полосных, двояковогнутые безъядерные эритроциты у млекопитающих, то есть у птиц они еще ядро имеют, поэтому 4-3-2-1-5 вопрос был только по внутриклеточному пищеварению, внутриклеточное пищеварение это когда вот они что-то съели кишечно-полосные в полости переварилось на какие-то кусочки, каждая клетка забирает себе большой кусочек и переваривает его до маленьких, то есть полосное плюс внутриклеточное пищеварение а у нас допустим в кишечнике все переваривается до минимальных соединений и потом с помощью диффузии они усваиваются аминокислоты то есть белки перевариваются до аминокислот углеводы до мономеров тоже перевариваются так черты сходства моллюсков с кишечно-полосными животными ну черты сходства я смотрю даже А и Е как-то понятно размеры колеблются в широких пределах сегментации тела отсутствует но методом исключения развиты слюнные железы типа можно выкинуть да что у вас туловище покрыто мантией у кишечных полостных нет можно выкинуть эктотермные животные кто такие эктотермные организмы давайте так гома и терм гома то есть имеет постоянную температуру тела она постоянная потому что тепло вырабатывается внутри энда это гома и пойкила это эктотермные это холоднокровные то есть тепло можно по теплокровным запоминать теплокровные они имеют постоянную гома постоянную температуру тела потому что тепло вырабатывается внутри а пойкила это непостоянная потому что тепло они берут снаружи эктотермные они тепло берут снаружи поэтому ну то есть они холоднокровные те и другие теплокровность появляется у птиц и млекопитающих плюсики поставьте если этот нюанс понятен вот это можете записать это это важно о мы все разобрали даже смотрите вопросы закончились так давайте переходим сюда так ну ребятки котятки у кого какой тест не решен признавать надо решать то есть если вторично роты не решены допустим седьмой вариант надо решать седьмой вариант если решены можете решать восьмой вариант можете первично рот их решить вот решите два варианта первично рот их вторично рот их начинаете решать классификацию татьяна ярашевич решая седьмой вариант лично ротах когда ты решаешь делаешь скрины не присылаешь так давайте открываем по тестику вот прямо сейчас открываете по тестику кто что еще не решил и решаете договорились я думаю тут всем хватает что решать а я пока повожу ваши результатики и посмотрим